Назови, пожалуйста, третью планету по счету от Солнца. Это? Земля. Умница. Какой налог ввел принц Лимон в сказке Чаполина? Набор слов как будто выбросил, да? Да, я не знаю. На что можно ввести налог? На продукты, на проживание, я не знаю, на что угодно. Где больше белых медведей? В Арктике или в Антарктиде? Не знаю, в Антарктиде, может быть, я не знаю. У меня правильных ответов нет, я тоже не знаю. Да, понятно. Знаешь ли, ты такая Фаина Раневская? Нет. Тогда ты с легкостью ответишь на следующий вопрос. Как ты думаешь, у чего по мнению Фаины Раневской есть две половинки? Давай бросим Фаина Раневскую. У чего по твоему мнению две половинки? Не знаю, может у любви есть две половинки, у сердца, не знаю. Можно хоть что придумать. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Один. Какой? Февраль. Ну что? Что нет? Нет, хорошо. Какое время года? Сутки короче. Зимой. Не знаю, как у вас. А у вас это у кого? Красноярцев. Знаете, некоторым людям не хватает дней в сутках. Красноярцам повезло еще меньше. Особенно зимой. Кто написал? А, это настолько тупой был вопрос, да? Понятно. Я только сейчас до меня доперла. Главное, что до первого. Да я по-другому подумала. А как ты что думала? Ну, типа, когда раньше темнеет, вот это вот. Чуть-чуть не то. Ясно. Кто написал Пауста Георгер? Знаю. Ну, кому он? Ты же знаешь, что поизведение? Нет. Ничего. Это же классика. Что общего? Романа «Отцы и дети» и «Муму». Ну, что-то может быть общего? Ну, у «Собачка», а там что, я не знаю, что там в «Отцах» и «Детях». А «Отцы и дети»? Ну, «Дети». Не знаю. А там «Собаки», да? Ну, как будто ничего общего нахожу с Лена. Ну, может, писатель один и тот же. Так, хорошо. Кто написал? Давайте я подскажу. Иван? Тургенев. Как ты думаешь, какой у человека самый большой орган? Язык? Язык. Язык. Достаньте. Достаньте. Я оставил. Не знаю, я знаю самую большую мышцу. Нет. Другой вопрос задаю. Правда ведь? Что может одновременно стоять, лежать, идти и висеть? Птичка. Птичка. Стоять, лежать, идти и висеть. Да я не знаю. Какая-то конкретная или любая? Ну так, вопрос с подвохом опять. С подвохом? Где ты будешь подвох? Ну, понимаю. Хорошо, давай последний вопрос. Как зовут древнего писателя и героя мультфильма? Какого? Мультфильма. Ну, хорошо, давайте подскажу. В этом мультфильме уже больше 20 с лишним сезонов. Он известен тем, что предсказывает некоторые явления в мире. У него довольно забавная сучка. Все герои там с нехарактерным цветом кожи. В смысле? Давайте прописать, я подскажу. Он написал, если не ошибаюсь, или Аду. Еще, да? Да, там фильм. Так проще будет. Давай так, про цвет кожи сказал, да? Угу. Она у них желтая. У него семья. Жена и трое детей. Старшая дочь играла на саксофоне. Сын катался на скейте. Младшая дочь грудничок. Симпсонов, что ли? Ура! Я не смотрю мультики. Хорошо. Таким образом, писатель древний, герой мультфильма, как их звали? Кого ты знаешь из Симпсонов? Никого. Лизу знаю. Все. Больше никого. Потому что ты ее знаешь из Симпсона, а мы из песни Андрея Губина. Так. Гомер. Я могу сказать, любое имя, мне кажется, так поверила, да? Маша, это были все вопросы на сегодня. Спасибо тебе большое. Ты... Будет купиться. Спасибо, что ты сказала, это за меня. Продолжение следует...